Добрый день, подскажите мне вот такой вот вопрос Фавикон сверху Как поменять, да? Как добавить фавикон? Да, фавикон Да, сейчас посмотрим Смотрите, фавикон Здесь же как устроено В гритбоксе у них же встроены шаблоны Вот, а SPPish Builder это как компонент же отдельный Вот он, да, и к нему шаблоны Отдельные, ну, ставятся тоже От этих же разработчиков Соответственно, надо пройти расширение шаблона Ваш шаблон, он используется вот по умолчанию Видите, звездочкой Вот он Вот он, я прям пометил Рабочий, потому что здесь две копии По умолчанию, я сделал на всякий случай Копию этого шаблона, это тот, на котором Все у вас уже работает Просто внутрь заходим, здесь нажимаем На большую зеленую кнопку После этого мы видим все вот эти опции сбоку А, ну, может быть, кэш у меня не почищен Я смотрю, в админке его нет Да, у вас, да, да, его нет Его просто в другом формате Я его неправильно сделал Тот удалил А, ну, вот, смотрите Вот, смотрите Вкладка Basic Так, здесь еще дополнительные вкладки На вкладке Header Favicon Вот Clear Это, ну, убрать Если не нужна И загрузить новую Если новую просто загрузить То вот Select Manager Ну, сюда загружайте В обычный редактор То есть вот Аплод сначала Вот, видите, открылся окно Ну, с компьютера Загрузить сюда фавиконку Фавиконка должна быть в формате ИКО То есть через сервис Не боюсь, поэтому У вас там сейчас нету никакого формата ИКО для, ну, поставить Ну, вашу только Если вашу на место верну Ну, да, да, да А вы ее из менеджера тоже удалили? Из файлового менеджера А я его удалил, да, с Медиуменеджера То есть ее нету здесь, да? Ее нету в формате ИКО Вот она, видите, вот она у меня На компьютере лежит Фавикон.ИКО Я выделяю ее Здесь проще, знаете, сколько вариантов сделать? Напишите вот этот логотип На фотошопе в текстном виде И сделайте его каким вам надо Наклонным То есть пускай будет как картинка Какая разница-то? Да, да, а как вот эту картинку сюда тогда вставить? То же самое Убрать Убрать эту надпись и вставить картинку, да? Вот Basic Вот у вас выбран сейчас логотип в виде текста Здесь вам нужно выбрать имидж Тогда у вас появится в поле Для загрузки графического логотипа И размер сразу вы можете ему задать Ниже То есть вот нажимаете Также Upload Из компьютера логотип подготовлен И загружаете И все Назначаете его здесь И он у вас будет сразу отображаться И появляется, соответственно, поле Смотрите, ведь появляется еще поле Mobile логотип То есть здесь получается уменьшенная копия логотипа Надо будет делать Ну, то есть вот она, видите? Вот Select Media Mobile Но это будет прикольно То есть на мобильной версии будет уменьшенная копия Это примерно как может выглядеть Вот мой логотип видели? Да Там F, буковка, и потом Федор Васильев Вот получается, что это полный логотип А на мобилке Федор Васильев убираем Оставляется только вот этот вот ярлык С буквы F Вот, по сути, это мобильный логотип Ну, то есть, получается, если мобильный логотип не загрузить Скорее всего будет отображаться вот этот логотип общий для всех То есть вот здесь это загружается Лого Размер здесь 36 по умолчанию Если что, уменьшите или увеличите, если там Ну, лучше логотип сразу Размер как-то Здесь, я не знаю, здесь надо какой-то сделать сначала размер Посмотреть, как выглядит А потом С первого раза обычно не угадываешь Несколько версий размеров логотипа делаешь И смотришь, какой лучше Вот А если что, шрифты, они все, по сути, вот здесь Их надо опять же пробовать, включать Смотреть У вас по умолчанию просто стоят шрифты Поэтому они отключены здесь Мне проще сделать картинку нормальную Ну, сделайте логотип Это же у вас сейчас стоит дефолтный То есть такой временный По сути, я подразумевал, что у вас здесь будет графический логотип Ну, вот я тоже хочу Но я просто не знаю, как его поставить сюда Ну, теперь знаете Ну, да, теперь я еще запомню А потом уже попробую сделать Ну, да, на бейсик Находите просто Бейсик И лого Вот первая вкладка лого Не забудьте У вас лого текст Здесь меняете имидж И тогда появляется полер для загрузки Только тогда Теперь смотрите дальше У нас сверху Вот тут пункты меню идут на желтом На желтой вкладке, да Вот пункты меню сверху Главное Блог Пляжи Крыма И тому подобное Вот блок привязан к пункту меню Ну, то есть на блок Если просто на блок нажать Откидывать на страницу Пляжи Крыма так не привязаны Как ее привязать Пляжи Крыма Гостиницы Крыма И тому подобное Пляжи Крыма, они тоже на страницу ведут? Просто здесь нет ли контента? Или вам надо, чтобы к блогу был привязан пляж Крыма? Ну, я почему-то думал, что Как бы вот этот идет Как на блок мы нажимаем Получается Вот как бы вот общий шаблон, да? Да И с этого шаблона я уже буду потом вставлять Фотографии, текст менять И вот то же самое будет на... Ну, вот этот же шаблон Будет привязан К пляжам Крыма К гостинице Крыма Ну, то есть, я так понял Пляжи Крыма Это тоже будет блок, да? Ну, почему бы и нет Именно вот верхняя Именно нажимать Когда нажимаешь на пляжи Крыма Именно будет блок А вот эти, которые идут под пункты Они уже будут привязаны к страницам Все, я понял Смотрите, где это У вас просто надо переназначить То есть, это все в меню Видите, в админке нахожусь Меню Майн меню Вот что там у нас? Так, пляжи Крыма, да? Надо его здесь найти Вот ищем его Пляжи Крыма Вот он, пляжи Крыма Вот видите, он отдельный здесь А вот с прочерком, видите, другие менюшки Это, значит, подменюшки Они привязаны к пляжам Крыма Соответственно, вот эти пляжи Которые привязаны Они уже сделаны как надо То есть, они будут конструкторы То есть, они к СП Пэтчбилдер привязаны Пляжи Крыма тоже сейчас привязаны к СП Пэтчбилдер Это видно прямо вот здесь Видите, написано СП Пэтчбилдер А если вам надо, чтобы, например, это был еще один блок Или на тот же блок Просто заходим внутрь Здесь надо переназначить Вот у вас СП Пэтчбилдер А вы выбираете материалы Менеджер материалов И блок категорий Ну, то есть, если это будет выглядеть как вот блок То есть, идут анонсы статей А уже по клику по статье мы можем попасть в развернутую статью Если прям так, тогда это блок категорий Блок категорий То есть, выбираем После надо выбрать обязательно Следующий выбор Выбор категории Выбираешь А уже здесь у вас только Крым Я сделал Общий блок И Дефолтная категория Нет категории То есть, здесь надо создать категорию дополнительно Если это будет другой блок Если она будет ввести на тот же блок Крым Этот У вас вот этот блок сейчас Вот То есть Нет, это будет другой блок Ну, значит, создаете Изменить категорию Отсюда ее вроде нельзя создать Знаете, где она создается? Вот они Вот материалы, категория Вот у вас Крым И нет категории Вот нажимаете создать Создаю ее Здесь название Новой категории блога Сохранить, закрыть Все Категория создана А потом ее только привязывайте к меню Переходим еще раз в меню Вот, смотрите еще раз Пляжи Крыма Здесь выбрать Менеджер материалов И здесь блок категорий А после Выбор категорий Обязательно И выбираем Только что созданную категорию блога Вот и все То есть, выбираем ее вот таким вот образом Потом нажимаем сохранить И все И категория уже привязана к блогу Вот и все Теперь еще один вопрос По меню Вот когда мы подводим Эту, да Выскакивают у нас Менюшки, да Вот эти вот старые Как вот эти вот привязать К страницам Именно под менюшки Как привязать к страницам? Да, да, да Куда, чтобы они вели на странице А я вам уже Если это СП Пэтчбилдер конструктор Они уже привязаны Ну, то есть, вот они Например Пляжи Южного Крыма, да То же самое Тип пункта меню страницы Выбираем СП Пэтчбилдер страница А выбор страницы То же самое А вот здесь надо вот Искать Я вам уже создал То есть, что мы здесь ищем Мы здесь ищем страницу Которая сделана В СП Пэтчбилдер То есть, по сути, надо связать Пункт меню Джумла Со страницей СП Пэтчбилдер Обязательно Они называются одинаково То есть, если это Пляжи Южного Крыма Значит, здесь Ищем то же самое У вас она уже была привязана К ней же Соответственно, как ее редактировать Понятно, да? Вы привязали Потом вы Возвращаетесь СП Пэтчбилдер С страницы И вот они все Все здесь Здесь еще навигация Видите? Вторая страница Третья Ищите Пляжи Южного Крыма Она здесь уже есть Я вам создал и привязал уже все Как редактировать страницу Вы, наверное, знаете уже, да? Есть два способа Вот это я тоже буду спрашивать Сейчас Ну вот Вот сейчас Давайте Вот мы заходим На эту страницу, да? Да Редактировать на сайте, да? Насколько я понимаю Есть два способа То есть, какой удобней Но в некоторых случаях бывает Вот скажем Я делал очень длинный лендинг И у меня То ли СП Пэтчбилдер заглючил Или Там есть такой У них Я не знаю, сейчас оно обновился Но летом был такой у них косяк Если использовать стороннюю форму Ну, сбора Сбора заявок Несколько раз на одной странице То Получилось так, что Редактировать на сайте Выдавал ошибку Не давал редактировать Я даже Читал форум Разработчиков Там такая проблема есть И это Решается как То есть, можно перейти Вот кликнуть мышкой Тут зависит от того Куда вы кликнете То есть, если вы кликаете Вот прям мышкой Вот прям по заголовку Отдых на море В судаке Да, например Это будет Редактирование Страницы Так сказать В старом варианте Просмотр Это типа просмотр Просто просмотр Я понял Вот, а вот Редактировать на сайте Это по сути Самый удобный вариант То есть, вы визуально видите То есть, надо авторизоваться Вы визуально видите Сам сайт То есть, вот идет Прелоудер Загрузка Вот То есть, добавить строку Новую То есть, удобнее будет Удобнее будет показать вам Сразу на главный То есть, здесь сейчас Может быть, вы запутаетесь Вот главное Если я нажимаю на зеленую кнопку Редактировать на сайте То вы, как в gridbox По сути, это делаете То есть, вот она Вот она Наводим мышь Видите, везде появляются Свои какие-то инструменты То есть, вот этот вариант Он самый простой Плагины все Они вот сбоку Так, сейчас я вам покажу Здесь можно так вот Оттянуть, видите То есть, чтобы они Получается Ну, вот в три колонки Были вот эти плагины Ну, если не надо Раз, так свернули Если мешает Так? Давайте возвращаемся К вот к этой странице Вот там Которая была у нас Судак, да Или там какая-то Пустая, которая у нас Ну, давайте Да, какая Любая Пляжи Крыма Да, любая, да В какой вариант Пляжи Крыма Вот если пляжи Крыма Зайдем, смотрите, видите Это тоже удобный вариант То есть, здесь тоже Вот добавить строку И пошли плагины Нажимаем сюда И вот плагины добавляем Хорошо Допустим, вот такой вариант Вот сейчас вот Не добавляя плагины Мы туда заходим И там у нас было Добавить шаблон Вот этот шаблон Который мы сделали Там, где были Я не знаю, как Правильно назвать Шаблон Там, где уже стоит Соцсети И вот это все Как блок Вот этот шаблон Ну, как бы так Просто добавить И уже потом Редактировать Уже там его Это возможно Такой вариант Вот смотрите Вот этот блок Вы имеете Вот сейчас я вам показываю Блок, да? Да, да Образно Его Как на страницу Смотрите Добавить Как шаблоном И все Смотрите Больше Добавить Соцсети туда Вот чтобы он Так вот было Чтобы потом Смотрите Это Вот этот блок Это не SPPatchBuilder Это блок Джумла Это блок Джумла Понимаете? Это обычный блок Джумла Это обычные статьи Вот то, что вы сейчас Видите статьи Это материалы Менеджер материал Это вот они А то, что Сайдбар Вот этот вот слева Это Расширение модуля Скажем Если вот этот Вот социальные кнопки Мы его здесь ищем Вот смотрите Отсортируем По опубликованному Чтобы удобнее было смотреть Я спрятал Который не опубликованный Вот например Не путайте Вот социальные кнопки Вот здесь вот Где нет позиции Видите У вас нет Здесь стоит код От сервиса Вот от этого сервиса Который предоставляет Вот такие симпатичные иконки То есть Если вы не хотите Его редактировать Сюда Не заходить лучше Если хотите добавить Если хотите добавить Вот сейчас я вам прям покажу Зайду Просто здесь есть нюанс Чтобы вы знали Я вам отключил здесь Ну вы знаете да Джумла У нее Они слишком фанатеют Безопасностью И редактор Если здесь стоит Он режет весь Ну часть кода И кнопки не работают И поэтому временно Я редактор отключил Видите Редактора нет Тогда можно сюда вставить код Вот он социальные кнопки По сути здесь Которые я получил Вот с этого конструктора Но это бесплатный конструктор Вот для сайта Специально он кнопки предоставляет Потому что я не нашел Подходящего модуля для вас Чтобы у вас Была возможность использовать Одноклассники например Вот Что я сделал Как я его здесь отобразил То есть по идее Я создал html код модуль Вот вы видите Этот джумла Это не спппчбилдер Я просто создал HTML код модуль Закинул сюда код Сохранился Причем здесь нету Даже позиция модуля Ведь стоит нет И что я сделал Я этот модуль HTML Я его отобразил В модуле Расскажите о нас Это еще один модуль Именно видите Вот написано Сппчбилдер То есть это модуль От конструктора И вот здесь тоже Есть свой конструктор То есть здесь можно Добавить Плагин Любой И это будет Именно в колонке Вот здесь вот Вот в левую Именно в блоге Это очень круто То есть это Конструктор работает И нам в модуле И по сути Я вам добавил сюда Вы видите Вот верхний Анимейт Видите Это заголовок По сути Вот он верхний Который с анимацией Потом идет Вот этот Вот он второй Видите Оттягиваю Икон групп Это иконки группы Это вот Вот эти верхние Эти иконки Они идут От сппчбилдера То есть это просто Где вы есть В социальных сетях А вот именно Поделиться Этим сайтом В социальных сетях Это код Который вы сейчас Видите Я вам показывал И он Видите Джума модуль Написано Я просто Что сделал Я нажал Addons Нашел здесь Вот он Джума модуль И просто Вот здесь Вот В модуле Нашел Соц кнопки Тот HTML код модуле И нажал Apple Вставить Вот и все То есть получается Здесь модуль В модуле Стоит И таким образом Это выглядит На сайте так А вот теперь Давайте перейдем К этой странице Которую мы Какой именно Ну вот Что там У нас Было Пляжи Или что там Ну давайте С ПП Билдер Ну вот Пустая Которая Без ничего Переходим Режим Редактировать На сайте Да 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 Вот переходим Редактировать На сайте Вот зашли Вот пустая Получается У нас сейчас Страница Да Да Вот эти Как он Социальные кнопки Вот это Ставить В левый ряд Допустим Как мы это Сейчас сделаем Здесь Ну вот Смотрите Вот прям так Вот здесь Вот Это У вас блок Понимаете Если вы хотите Здесь сделать Примерно так же То здесь Надо сначала Разделить То есть Например Вот колонка Одна узкая Как сайдбар будет Вон она слева Ну вот она Примерно Видите Очертания Да И в этот сайтбар Уже Вставлять Да Получается Ну да Да То есть Получается Что мы делаем Вот здесь Например То есть Мы открываем Плагины Ну сейчас Вот я сейчас Ищу Глазами Ищу Какие нибудь Социальные элементы То есть Вот где Вот социальные сети Смотрите Я просто перетаскиваю Вот Вот область Вот они встали Грубо говоря Но их надо настроить Вот тут Надо зайти в карандаш А ну вот Они видите сбоку Вот отключаем Какие-то ненужные Соцсети Тут одноклассников Нету Это в начале Я вам его Хорошо А как ставить Вот именно тот блок Который С одноклассниками И вот со всеми Этими делами Вот которые уже Подготовлены Это который Вот где Типа где вы Есть в социальных профилях Вот это да С анимацией Подготовленное Все вот это Ставить Ну тут смотрите Как По сути Ну заготовки Нет Ее надо просто Отсюда вытянуть Ну то есть вот отсюда Найти ее Сейчас Сразу сюда Сейчас Одну секунду Я понял что вы Имеете ввиду Сейчас Я выйду отсюда Надо просто Смотрите Если получится Сейчас это из модуля Сделать Вот я сейчас Возвращаюсь в модуле Это модуль Расскажите о нас Вот она например Вот Вот смотрите Вот надо Обратить внимание Вот на эти иконки Вот он Анимать Анимать заголовок Да Вот он готов По сути у вас Вот смотрим Что здесь есть Клон это не то И вот Сейв аддон Вот мне Подразумевается Что вот Надо нажать сюда Здесь То есть я сейчас Делаю по сути Заготовку для вас Да Вот этот сейв Например Это у нас Кнопки То есть я называю Его кнопки Нажимаю Аппли Аддон сейв Вот Что делаем дальше Отсюда выходим Возвращаемся СП Пэтчбилдер Страница По идее У вас должна быть Сейчас заготовка Заходим Например Пляжи Крыма Редактировать На странице Так Да Заходим Еще раз Давайте Я сделаю Типа сайт бар И Вот Смотрим Здесь Вот он Смотрите Май аддон То есть заходим В tools Увидеть кнопка Я просто невнимательно Смотрел Кликаем А потом Вот здесь Май аддон То есть Мой аддон И вот они Кнопки Видно даже Иконка Вы просто Можете удалить Если не надо Если надо Ну сейчас Перетащить Не могу Строк Нету Давайте Еще раз Строки Создал Вот И просто Вот оно Все Оно Даже тут Анимация Работает Даже здесь В режиме Редактирования Видите Вот оно Как есть Этот весь Эдон Перетащился Да Получается Ну чтобы Это сохранилось С кнопками Мы в соцсетях И так далее Не 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 Это мы сохранили Только заголовок И надо нажать Сейв Тогда он сохранится То есть Вам что надо Сделать Вам надо Пройти обратно В модуль Вот сюда Вот опять Модуль Вот это все Все сохранить Сразу Чтобы стало Одним этим Самым Нет Одним Нет Здесь так Не получится Здесь поштучно Только Не получится Вот Вот icon groups Вот он Смотрите Давайте Я вам сохраню Вот Сейв Это Назову Например Кноп Кнопки ваши Чтобы вы знали Что это Заготовка Эпли Все Видите Адон сейв И получается Что Вот я здесь Вам сохраню Сейчас Все равно Потом будете Редактировать Нажимаю Обновить Здесь Сейчас Обновляется Ждем Ждем Tools My Тут даже My Секцион То есть Скорее всего Даже Можно Смотреть Походу Сейчас My Addons Вот он Кнопки Оп Вот они И Хорошо И И Смотрите Вот она Вот она Safe Row То есть Получается Вы сохраните Абсолютно Всю секцию Вот Дайте Попробуй Вот она Всю секцию Да Сразу Секция Получается Просто Эту секцию Чтобы можно было Вставить Так вот смотрите Давайте отсюда Вот я Удаляю Нажимаю Секцию Находим Май 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 Секцион Вот она Секция Один Я назвал Ну тут Она Куда Вот она В принципе Ну вот На эту Маленькую Вот Которая Для этого Была Она Здесь Так Видать Не получится Ставить Не перетягивается Она Она Только Вся Но Здесь Просто Придется Вам Вот так Вот По Одной Штуке Вот 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 Берется По Одной Штуке Придется Перетягивать Ну Вот Так Получается Да Вот Вот Раз Ну Так Это Уже Лучший Вариант Конечно Уже Все Подготовлено И Хорошо Такой Вопрос Еще Нельзя Полностью Сделать Вот Эту Шаблон Допустим Такой Страницы Полностью Вот Создать Подписать Сделать Как Шаблон И Просто Вставлять Этот Шаблон На Страницу Когда Прочит Вот Открываешь Пустой И Вставляешь Вот Это Все Подготовленное То То С С С С С Например Главное Зайдем Вот Здесь Есть Такие Кнопки Смотрите Экспорта И Импорта Вот Я Зашел Видите У вас Много Всего Вот Главная Страница Вот Она Целиком Надо Нажать Вот Экспорт У вас Страница Сохраняется В формате Джейсон Вот Видите Она Потом Вы Создаете Чистую Страницу В СП Пэчбилдер И Там Нажимаете Уже Импорт То есть То есть Вот сейчас Покажу То есть Нажимаете Создать Любую страницу Вот И импорт Из компьютера Вот этот файл Джейсон Выбираете Открыть И он сюда Встанет Весь Одинаково Вот как Есть Вся главная Страница Вся скопируется Вот 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 Такую Страницу Можно будет Подготовить Один раз Шаблон Да В формате Джейсон Прям точка Джейсон Она у нас Называется То есть Вы нажимаете Именно Экспорт То есть Экспортировать На компьютер А если Ее надо На новую страницу Продублировать Вы нажимаете Импорт То есть Импортировать С Компа Уже Ее То есть Вот Он открыл Скомп Я ее Нахожу Здесь И открыть И все Я пробовал Кстати У меня Все сработало Я пробовал Этот вариант Хорошо Тогда вопрос Такой Этот самый По нашему Ну Отделу Эту Шаблонную Страницу Такую Где Есть она У меня Вообще Допустим Ну То есть Как Вот Допустим Вы Вот То Что У меня На блоке Открывается Вот Я нажимаю Блок Открывается Шаблон Ну Страница Блок Ну Открыть Редакторить На сайте Или что Вот Я могу Экспортировать Вот То Что Там Открывается Ну По сути Любую Страницу Кроме Блога То есть Вот Вот Этого Блога Вот Это Я не Смогу Скачать На Компьютер И Потом Выставить На Другое Ну Потому Что Это Блок Джумла Все Я Понял Значит Мне Надо Изначально Создать Страницу Да Ну То То Вот У вас Главное Есть Вот Я Главное Почему Да Почему Вам Воса Сразу Просил Создать Страницу Я Уже Буду Потом Заполнять Ну Вот Я Показал В принципе Вот Оно Все Так Мне Теперь Еще По По Этой Странице Давайте Вот Эту Одну Страницу Примерно Сделаем Какую Мы Начали Делать Одноклассниками Ну С этим Нет Нет Мы Начали Какую-то Страницу Делать Пляжи По Моему Чего-то Там Вот Да Начали Делать Да Давайте Примерно Сейчас По ней Сделаем Ну Сохраним Чтобы Я Понимал Вот Допустим Теперь У нас Справа Я хочу Поставить Этот Как На Главной Странице Сможете Открыть Главную Страницу Главную Вот Прокрутить Чуть-чуть Вниз Вот Эти Вот Такие Вот Штуки Ну Что Вы хотите На Обычную Страницу Вот Как Мне Сейчас Направо Поставить Вот Сюда Что Ли Да 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 Но Вы Хотите Хотите Ее Копию Чтобы Вот Эти Отступы Все Сохранил Сохранил Или Вы Заново Хотите Сейчас 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 Покажу Просто У вас Теперь Тут Очень Много Плагинов Потому Что Ультимат Шорткод Еще Стоит Изображение С текстом Наверное Вот Вот Этот Плагин Скорее Всего Это Он Сейчас Посмотрим Ну Вот Он В принципе Вот Это Если Ну Да Это Он И Есть Это Если Он С Ну То Есть Как Есть Как Был У Вас Но Потом Вы Сказали Уменьшить Я Поэтому Вам Здесь Убавлял Отступы Всевозможные Хорошо Я Понял Давайте Сохраним Пока Это Хорошо Давайте Поставим Сейчас Этот Самый Обычный Плагин Который Разработчик Предлагает Ну Там С Эти Социальными Кнопками Сейчас Посмотрим Обычный Плагин Который Разработчик Прилагает Что У него Там Есть Вот Социальные Сети Да Вот Его Да Давайте Попробуем Поставить Думаю Ну Его Настраивать Надо Там Надо IPK Будет Социальные Сети Вставлять Видите Он Прям Просит Вот Здесь Написан По Иде Вот Он Тогда Исчезнет Вот Эта Желтая Фигня Вот Она Есть Вот Они Выходят Но Они Некоторые Наверное Работать Не будут Потому Что Надо IP Прописать А может И будут Я Не пробовал Точнее Мы Вроде Вам Ставили Его Вот Он Открываешь Поделиться Этим Сайтом Вот У меня Фейсбук Открыл Пляж Крыма Поделиться Вот Работает Да По идее Да Но Надо Все равно Вот Эту Фигню Прописать В любом Случай IPK Потому Что Потом Позже Все равно Возникнет Ситуация Что Он Может Вот Здесь Вывести Это Сообщение Желтым Вот Здесь Прям На Сайте Типа IP Ключ Не прописан Как бы Если Этот Плагин Нравится Полностью Здесь Просто Видите Какая Ситуация Здесь Нет Одноклассников Нет Нет Инстаграма Но Есть ВК ВК Есть ВК Удивительно ВК Есть Они Вот Все Здесь Вот Да Алло Вот Они Все Какие Не нужно Отключается Вот Линк Один Раз Убираем Раз Убрали Все Да Линк Не Работает Пинтерест Он Тоже Не Русский Вот Убираем Пинтерест Какая Тут Галочка Вот Это Тоже Неизвестно Она Тут Убираем Тоже Оставляем Только Самые Самые Такие Хорошо А если Сделать Такой Вариант Верхнюю Строчку В соцсетях Скопировать И поставить Сюда Ну Вот Это Именно Кнопки Эти Скопировать Куда Сюда Ну Вместо То Что Разработчик Прилагает Вот Эти Верхние То Что Мы В Соцсетях Они Как Б Нормально У нас Работают Да Да Вот Расскажите О нас Мы Вот Эти Сейчас Убираем Вот Это Все Что Здесь Есть Да Удаляем Удаляем Есть 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 Галерея Точно Есть Есть Мини Галерея Есть Слайдер Есть Слайдер Сто процентов Вот Галерея Мини Вот Она И Есть Еще Какие-то Варианты Вам Будет Проще Здесь Отсортировать Медиа Наверное Вот Галерея Раз Вот Изображение Тут Есть Даже Некоторые Вот Которые Даже Не Смотрел Еще Потому Что Не Успел Цвет Наложения Но Это Картинка Вставляешь И Там На Не Эффект При Наведении Прикольней Аналогичная У вас На Главной Странице Есть Вот Когда Здесь А Вы Уже Поменяли Даже Красиво Красиво Вот Видите Вот Эта Вещь Вот Желтая Чуть Затемняется Это Уже Я Подгонял Вам Цвет Это Скорее Все Вот Этот Цвет Наложения Вот Этот Плагин Ну И Галерея Вот Она Есть Принцип Но Также Перетягивайте Тут Мы Не Будем Новую Строку Добавлять Вот Смотрите Внизу Плюс Вот Это Первая Строка У вас Вот Тут Вы Например Все Сделали Вот Внизу Видите Плюс Нажимаете Одна Колонка Галерея Перетягивайте Туда Все Она У вас Будет Здесь Тут Надо Будет Добавить Фотографию Вот Add Item То есть Получается У вас Добавлен Только Одна Видите Вас Вот Их Тут Можно Неограниченное Количество Создать Будет Галерея То есть Надо Зайти В каждую И добавить Здесь Фото С компа Выбрать Сюда Заходим Оплав Загружаем Картинку Потом Apple Сохранить И она Будет Здесь Ну Это Такая Небольшая Галерея Но Это Не Слайдер Это Галерея Именно То есть По Клику Открывается Изображение В большем Размере А Как Привязать Ну Один Главное Зайдем Там Мелочь Осталась Вот Видите Тут Фотографии Фотографии Разно Подробнее Допустим Подробнее Надо Ее Привязать Там Допустим К странице Как оно Где оно Не Знаете Как это Делать Не Догадались Не Залазил Туда Просто Вот В карандаш Заходим Это Общий Это Общая Конструкция Где У нас Лев И В этом Карандаше Будет И Вот Здесь Надо Искать Внизу Кнопка А там Будет Внизу Ссылка То есть Вот Он Баттон Текст Вот Текст На Кнопке Меняется Здесь Баттон Шрифт Он пока Стоит У вас По умолчанию Как бы Вот Какой Он Там Есть А Если Надо Будет Определенный Шрифт Например Только Для Этой Кнопки Какой Шрифт То Можно Отдельно Выбрать Из Вот Ссылка Вот Сюда И Открыть В новом Окне Например Чтобы Открывалась По клику В новом То есть Не в этом Не на этой же Странице Перезагрузилась А в новой Вкладке Браузер Открылась Ссылка Где Решетка Это Ссылка Сто Процентов Хорошо А страницу Ссылку Как Ссылку Страницы Ну Найти Именно Ссылку Страницы Ну Там Допустим HTTP HTPS Там Такой Такой То В смысле На внутреннюю Страницу Что ли Ну Вот Сначала Заходите Здесь На внутреннюю Копируйте Прямо Отсюда И Все Вот Эту Ссылку Копирую Да Да На внутреннюю Потому Что Надо было Создавать Именно Меню Чтобы Сначала Через HTT С Не Нам Сначала Конечно Создать Они же Сознаны У вас Эти страницы Они Все Созданы У вас Если Эта Кнопка Ведет На Какую-то Внутреннюю Страницу Вы Перейдите На Страницу Сначала Скопируйте Прямо Отсюда Целиком Страницу И Все И Вот Я Вставил Вот Как Она Выглядит И Вот Выбирайся Там В Тоже Мак Не Хотите В Тоже В Том Ж Окне Откроется Сохраняйте Все Так У вас Вопрос Какие Остались Там Айпике Еще Вы Хотели Узнать Ну Это Вот Это То Что Шаблоны Чтобы Не Мучиться Просто Сразу Вот Редактировать На Сайте Вот Этот Шаблон Вставил Там Вот Смотрите Да Вот Тут Есть Такой Момент Просто Я не считаю Таким Критичным Он Выдается Если Вы Купили Прямо Напрямую Компонент У Разработчика Тогда Вам Единолично Дается Вот Этот Кей Он Вам Дает Какую Возможность Только Загрузить Шаблон Или Готовые Блоки Все Больше Он Ничем Не Нужен Я Просто Сам Не Пользуюсь Ни Шаблонами Ни Блоками Когда Себе Или Кому То Делаю Я Соцсети Сейчас Лучше Подвязывать На эту Страницу Шаблон Да Ну Если Будете Дублировать Чтобы Сто раз Не Дублировать Ссылки Я Тоже Так Делаю Ссылки Лучше Сразу Проставить На Социальные Сети На Ваши Профили Сейчас Проставить Сразу Все Ссылки Надо Будет На Социальные Сети А Потом Уже Заморачиваться Вот Я Показываю Получается Ни Нижнюю Это Тоже Делай Расскажите О нас Попытаться Поставить То Что Стояло На Блоке Ну Да Через Модуль Попробуйте Нет Там Уже Будут Там Уже Если Поделиться Там Уже Все Стоит Там Просто Надо Чтобы Он Тут На Сайте Отобразился Вывести Модуль А Вот Этот Вот Профили Вам Надо В одном Месте То Лучше Не Здесь Даже А В Блоге Где Я Уже Сделал Вам В Модуль Зайти И Вот Здесь Они Вот Так Выглядят Вот И У вас Тут Ссылка Видите Пустая Решетку Удаляем И Ставим Ссылку На Инстаграм Например Вот Потом Нажимаем Apple Следующая Социальная Кнопка Вот Она Тоже Это ВК Вот Тут Видны Иконки ВК Ну Да Тут Просто Адрес Вот Этого Вставляешь Соц Понятно Три Вебмастер Закидывает Туда А что Там На Том Сайте Ну Вот Эти Картинки Закидывают Туда На Три Вебмастер А На Демо Сайте Ну И Че Там Просто Это Само Убрать Оттуда Надо Будет Адрес Поменять И Все Страницы Ну Да 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 Вот Эти Адреса Которые Мои Старые Остались Три Вебмастер Его Надо Заменить Обязательно Конечно Буду Сидеть Разбираться Дальше Уже Будет Видно Хорошо